всем здрасьте мы вернулись с вами в следующую часть давайте у меня здесь просто о вселенной чувствую что эта часть будет на три часа так здесь у меня дурацкие кисти для поездки пакетик в сторонку давайте начнем уж половину можно выбросить это точно можно выбрать этого у косметики сене на ее покупала что-то попробовать на на дохлые ничего нельзя наносить мусора найдет сразу это когда китайская кисть тоже кто-то мне подарил тоже идет в мусор совершенно бестолковая вот эта кисть неплохая для тех кто хочет начать делать такое легкое контурирование чтобы не переборщить легкое контурирование легкое хайлайтерирование я бы вам сказала это у нас конечно здесь нихрена не видно что здесь было написано короче говоря это такой плотный фен от и к туз что могу сказать про название тут написано первая буква д-е-л-л-д-файн наверно что-то то ли дефайн то ли de luxe д не знаю какой то фен браш какой-то д-э что-то фен браш короче говоря вот такой вот да вот реально очень хорошо да там на линию куда надо наносить скульптурирующие средства кстати надо ее достать что я давно и не пользовалась. Надо как-то ее привлечь побольше. Она мне очень нравится. Вот эта вот кисть я ее использовала для тональника в свое время тоже от Real Techniques. Что это у нас? Expert Face Brush. Но она, я думаю, да, реально можно для чего угодно. Я ее использовала для тона. Думаю, для каких-то средств, типа, как тот же хайлайтер, который, знаете, не пудровый, не кремовый, хотя для кремового тоже пойдет хорошо. Это что у нас? А, это я заказала вторую, такую же, как вот эта, но она пришла в какого-то дикого цвета, просто, что меня аж режет глаза от Real Techniques. И она вот тоже сеттинг-браш, но она какая-то дикая, поэтому я не очень могу ей пользоваться. Большая кисть, типа, для Blush Brush, она называется от Real Techniques. Мало пользуюсь, она не слишком большая, а для пудры, ну, для пудры у меня есть полно кисти. Ну, в общем, это очень приятно, если вы любите наносить румяно-огромной кистью, то да. Вот это очень хорошая кисть от Ecco Toes. Это у нас тоже ни хрена не видно. Что-то тут. Full eyeshadow. Full eyeshadow, может быть. Она вот такая скошенная, неплохая, да, но как-то не тянется рука. Так, это идет в мусор. Это, что это, откуда? Вроде я что-то такое уже выбросила, что у меня две такие. Ну-ка, представляете, а? Откуда у меня этого добра, даже не знаю. Дальше вот это очень хорошая дуафибра от израильской марки Caroline номер 08. У меня их должно быть даже несколько, я старую выбросила, наверное, старую выбросила. У меня их было много, и я много кому дарила, и компания мне их присылала несколько раз Caroline, и я сама покупала. Это вот одна из таких моих супер кистей, которые я очень любила, и просто вот занашивала их до того, что они становились желтые. Видите, она отмылась, как хорошо. Очень люблю, рекомендую, если вы любите вот такого типа кисти, я просто с них немножечко слезла, как-то мне это стало менее интересно. Так, дальше, раз мы уже про израильский, смотрите, у меня еще одна есть такая вот от ELF. Что это от ELF? Small T-T, не вижу, стерлось название. Small что-то brush, короче говоря, вот так она выглядит. Облом, что у них название только стирают, она похожа. Нет, не похожа. Я сейчас все эти кисти, по-моему, засуну назад. Короче говоря, тоже, вот, большинство таких черненьких кистей от ELF я люблю. Значит, Caroline номер 03, она достаточно большая, но если мы сравним ее с той же, да, Real Techniques, которая для румян, видно, что это очень такая, как тюльпанчик, она деликатная. Очень хорошая кисть для румян, очень ее люблю и рекомендую, если вы что-то в Израиле хотите купить, и можно и как подарок привезти, как сувенир, реально кисти эти крутые. Дальше две такие же крутые кисти для пудры, тоже от Caroline, тоже их обожаю. Ничего сказать не могу плохого про них абсолютно. Хорошо стираются, и я их выбрасываю просто потому, что они уже начинают желтеть, и у меня появляются новые. Так, тут какая-то непонятная тоже, наверное, для консилера китайская кисточка. Тоже нафиг ее не надо мне хранить. Дальше суперкрутая кисть для контурирования, тоже от марки Caroline. Я ее очень много пользовалась, даже, смотрите, отгрызла здесь кусок пластика из-за пользования, потому что я постоянно в стакан, когда кидала, она вот начала скалываться. Так реально, я даже не знаю, сколько, кто смотрел мои видео, вы, наверное, видели ее, вот эту кисть, одну полно, полно с тех пор, как она вышла, она была у меня везде, везде, везде. Тоже очень удобно на линии, когда контурируешь что-то, суперкруто, обожаю эту кисть, просто обожаю. И рекомендую. Так. Дальше вот такая милая кисть от Ecotools, я не знаю, как она называлась, нет, я на удивление помню, как она называлась, это кисть для бибикрема, представляете, да, вот такая вот. И ей я могу, опять же, какие-то кремовые продукты, кремовые румяны я ей наносила, когда они у меня были, потом я их выкинула, потому что я не люблю кремовые продукты, а не люблю я кремовые продукты, это что за ужас, а не люблю я кремовые продукты, Потому что у меня жирная кожа, и я не могу нанести только тональник Да, я всегда должна хорошенько все запудрить А на пудру, сами понимаете, кремовые продукты не работают Это мне пришло, по-моему, вместе в пиар-пакете Вместе с подводкой Подводку я выкинула, значит, и кисть я выбрасываю Здесь какая-то опять китайская, корейская дешевая кисть идет в мусор А здесь еще одна кисть, которой я пыталась заменить кисть Вот эту от H&M Видите, они вроде по размеру похожи Но вот этот от Вау Косметик полное дерьмо Уходит Вот это одна из кистей, которую тоже уже пора выбросить Я ей когда-то рисовала тоже брови, можно ее отправить Потом я ей помаду красила Вот это очень милая и приятная от Кэролайн кисть для растушевки Наносить ей продукт нельзя, по сути, она слишком такая Но она мне маловато, мне надо, чтобы была поплотнее Сейчас я вам покажу Видите, да, это такая вот тоненькая, такая поплотнее, более конкретней Тушует очень хорошо, люблю эту кисть На Tessence эта кисточка, я не помню, что я делала По-моему, я ей нижнее веко рисовала Да, у меня сейчас есть другое, неплохая вполне И вот эта вот супер крутая кисть от Eco Tools Это, по сути, кисть для консилера Но мне она очень хорошо заменяет вот эту кисть от H&M, которую я наношу на все веко тени Они, конечно, разные, это более такая вот, видите, одна более плоская, одна более такая закругленная Но для меня одна и та же, и одна и другая делает одну и ту же работу Потому что, видите, они обе имеют такой вот достаточно хороший объем Чтобы можно было реально вот что-то так вот конкретно наносить Поэтому вот эта кисть для консилера Для меня это отличная от Eco Tools Это отличная кисть для работы Просто вот, как я люблю делать макияж Когда, вы знаете, просто берете кисть И как бы до века, на все веко до брови наносите какой-то один Такой вот пуповато-сероватый цвет Я такой макияж обожаю Это тоже идет в мусор Просто потому что я ничего не подвожу Зря она у меня здесь таскается Номер 09 Это типа губы подводить Я ее купила как-то попробовать и для коллекции Потом я поняла, что коллекционер из меня плохой Поэтому кисть отваливается Такие кисти вообще терпеть не могу Это Герлен Ненавижу они для тональника Я не могу их приспособить никуда Кроме как наносить маску Поэтому эта кисть должна отправиться Мой чемоданчик для поездок Вместе с той маской с походным вариантом От Glam Glow Чтобы было чем ее наносить в гостинице Чтобы не пальцами Потому что я скоро еду на три недели в Европу И там надо будет маски И вот эта вот кисть из набора для поездок От Ecotools тоже должна отправиться В набор для поездок Чтобы здесь не задерживаться Ни к чему ей здесь задерживаться Вот такая вот у меня коллекция кистей Посмотрела ничего ли у меня там не выпало Смотрите заодно еще целую кучу всего Я зачистила Кстати у Caroline по-моему еще есть какие-то кисти для глаз И я вам скажу честно Мне их нравятся все кисти Мне все кисти нравятся Даже вот та которая у них есть Такая же вот такого типа плоская Черная кисть для тональника Она тоже лучше почему-то чем вот эта Я не знаю хоть я их терпеть не могу В общем так давайте посмотрим Что я отсюда может быть еще уберу Если я сюда положила Нет, фрикеты я уберу Я пока люблю наносить тон той Поэтому не буду морочить голову Сейчас я вам хотела еще показать Несколько своих новинок Что я прикупила себе в последнее время У меня здесь несколько помад от Медлука И давайте одну мы сейчас с вами как раз и распакуем Потому что я попробовала достаточно уже широко их оттенки Но вот это он мне показался таким спорным Знаете бывает такая кремовая Цвета которые кремовые Да, а бывает они потом Опа, смотрите А у нее другая Может быть она другая У нее другая упаковка Что-то интересно Видите это типа блестящая А типа матовая Ну-ка остальные у меня какие Я даже не в курсе Что они разные Нет, эти все Другие Я вам как раз начала петь Про то, что у нее другая текстура Короче говоря Здесь не написано ничего Брюш, а я мне сразу брею Это очень хорошо Написано, что это с разрешением Министерства здравоохранения Ну-ка А что пишут? А, о, смотрите А тут пишут, что это матовая помада Как интересно У них есть, оказывается В таком варианте еще А, она вот здесь другая Чем они мне нравятся? Вы посмотрите Ну вы посмотрите, видите, да? Это не просто там Вот они сделаны Не знаю, вам видно или я Зря говорю Никому ничего Видите? О, сейчас видно Насколько, блин, это все дело красиво А я такая Вот у них другая текстура Какие-то они странные Эти помады начала, да? А здесь видите Сейчас Опа Видите, да? Красиво оно сделано Похоже на конфету Красная очень красивая Красная, видите, какая Красная немножечко Не мой оттенок Я люблю более холодная Такая немножечко В малины выходит Но она тоже интересная Вот эта Эту, видно, я сильно полюбила Я ее уже хорошо затерла Значит, пока у меня есть Красный 615 Очень рекомендую Дамы Я вам очень рекомендую Красный Вот этот вот 115 номер Вместе с карандашом Вот этим вот 710 Просто великолепный вид И вот это мне очень нравится 608 Которую я вам показывала Да, что она Видно, моя любимая Хорошо затертая Тоже очень интересный цвет Еще у меня есть Темная У меня с такими цветами Вообще всегда проблема Это самая темная По-моему, которая у них есть 617 номер У меня есть несколько Постоянных Таких сухих участках На губах Куда у меня забивается Пигмент Вот это более-менее Работает неплохо С этой ситуацией И еще я прикупила себе Вот такую вот Рыженькую Это номер 601 Они все такие Классические кремовые Причем они подсыхают И превращаются В такой очень приятный Стейн Давайте я сейчас На губы намажусь И расскажу Что я чувствую Единственное, что я чувствую Большое желание Чтобы они расширяли Эту линейку свою И заодно Причем я ее тестировала Сегодня На руке Я даже Не осознала Что она матывает Что это Вот на завтра У меня будет Развлечение Я вам ставлю фотку Как она на губах Выглядит Потому что У меня сегодня Более темный Бордовый карандаш Знаете Вышло такое Красивое Омбре Что я должна вам Просто это показать Наверное в стиле 90-х Немножко Но красиво Смотрите Как я открыла То, что у них Матовый есть 515 Короче говоря Вот она Помада И как я сказала У меня контур Более сегодня Темный Такой Да, у меня уже Начинает все течь Я не промакивала Лицо Потому что Я не думала Что мне придется Сегодня перед камерой Садиться Но вот Помадку-то вам Покажу По-моему Очень даже Неплохо У меня даже Вот здесь Были посередине Я ее так Намазала Не планировала Особо Какие-то четкие Линии вырисовывать Посередине У меня были После всего дня Такие сухие Части На губах И просто Я на них нанесла И несмотря на то Что помада матовая Она их закрыла Обычно она знаете Может западать И выглядеть плохо Короче помада от Мелука Мне очень нравится Прям Именно помады Итак на этом все Большое спасибо всем За внимание Не забывайте Если у вас есть Какой-то запрос Что-то вы хотите узнать Или Какая-то тема Чтобы поговорить На нее Пожалуйста пишите Пишите на мою Электронную почту Которая Всегда есть Под всеми моими Видео Ксения Тирви Собака gmail.com Всем спасибо за внимание Увидимся в следующих видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok